Я хотел сегодняшнюю лекцию посвятить той теме, которая, я даже не помню, включена была в программу или нет, но в современных условиях ее обойти просто никак нельзя, говоря о социально-философских проблемах 21 века, экономике 21 века. Речь идет о глобальных проблемах и геополитэкономических противоречиях современности. Глобальные проблемы и геополитэкономические проблемы современности. Актуальность этой тематики, к сожалению, очевидна и в основном негативном плане. Мы прошли через годы ковида и до конца не вышли из этого. Глобальные проблемы заявили себя как практически актуальные для каждого. Причем в мире. Если до этого разговор о глобальных проблемах шел преимущественно, вот эти ученые там о чем-то невидимом и непонятном рассуждают, а у нас тут жизнь. То выяснилось, что это невидимые и непонятные, это и есть самое страшное и самое проблемное в жизни каждого. Я очень не люблю, когда грустные прогнозы ученых сбываются, предпочитаю, чтобы ученые ошибались, но ученые ошибаются не всегда. В том числе те, кто говорил про глобальные проблемы, и мои коллеги, и я в том числе. То же самое говорилось про то, что глобализация это жестокое и крайне противоречивое явление, которое может ударить по каждому, и не только в экономическом плане. К сожалению, тоже оказалось правдой. И если раньше мы с любопытством читали о том, что где-то там война между Индией и Пакистаном, какой-то там переворот, где-то там в Африке, какие-то фашисты где-то там зверствуют в Латинской Америке, ну и так далее. НАТО что-то там предпринимает, Югославию какую-то бомбят. То выяснилось, что это все имеет прямое отношение к каждому из нас. Завтра, возможно, не только мальчикам, но и девочкам придется оказаться втянутым, включенным, прямо или косвенно во все эти конфликты. Поэтому жестко актуальная проблема. Очень короткое введение о том, что такое глобальные проблемы и глобализация. Основное внимание к геополитэкономическому анализу противоречий экономической глобализации и национального государственного суверенитета. И третий блок, альтернативы существующим противоречиям и глобальным проблемам, позитивные, прогрессивные и реагрессивные. Первое. Глобальные проблемы. Проблемы, которые затрагивают интерес каждого жителя Земли. Или, иными словами, конкретный, всеобщий интерес человечеству. В данном случае я могу четко сформулировать, что глобальные проблемы это как раз прямое свидетельство наличия конкретно всеобщего единства социально-экономических, политических, культурных интересов человечеству. Конкретно всеобщее единство это не одинаковость, а единство многообразного, причем противоречивое единство многообразного, которое представлено в практических, материальных или идеальных отношениях и формах. Вот это конкретно всеобщее единство интересов человечества проявляют глобальные проблемы. Конкретно всеобщее явление, пандемия, проявило единство интересов человечества в избавлении от пандемии. Конкретно всеобщая проблема, угроза смерти в результате военных действий проявляет себя, но пока, слава богу, не для всего человечества, но постоянные и ежечасно. Только что сегодня прошла информация о конфликте Индии и Китая. Пока только какие-то незначительные жертвы, один-два человека. Конкретно всеобщее единство климатические проблемы, мы надеемся, плюс 4 градуса в декабре в Москве, это не свидетельство глобального потепления как таковое, но если говорить серьезно, то глобальное потепление это реальная проблема, которая угрожает каждому члену земли, гражданину земли. Ну и так далее. Плюс в медийном пространстве постоянно муссируется угроза использования оружия массового поражения. Не исключено, что пандемия стала тоже следствием того, что проводились эксперименты с разработкой оружия массового поражения. Есть и другие позиции и так далее. Но в данном случае это не важно. Важно то, что если какую-нибудь лабораторию действительно разрушить, которая разрабатывает очередное средство, тогда да, это будет реальностью. Будем надеяться, что в данном случае пандемия была связана с какими-то мышами или чем-то еще. И так конкретно всеобщее единство интересов земли. В противоположности этому, процессы социально-экономического и социально-политического развития человечества характеризуются господством частных интересов глобального капитала, с одной стороны, и национально-суверенных интересов государств, как аппаратов, прежде всего, а не как народов, с другой стороны. То есть вот единый конкретно всеобщий интерес, порожденный глобальными проблемами для жизнедеятельности человечества, на одном полюсе, на другом полюсе, внутри себя противоречивое. Соединение интересов глобального капитала, которому совершенно все равно, пандемия или не пандемия, война или не война. Вопрос максимизации прибыли. За время пандемии клуб миллиардеров долларовых увеличил свое состояние. Для них это оказалось выгодно. Я думаю, что вооруженные конфликты, в том числе Украина и Россия, тоже приведут к тому, что для значительной группы долларовых миллиардеров это окажется выгодно. В частности, связанных с военно-промышленным комплексом стран НАТО, может быть, не только. И национально-государственный суверенитет. Когда государства не захотели делиться национальным суверенитетом, в том числе ради спасения от пандемии. Это реальная конфликтность, обуславливанная, с которой сталкивается возможность решения глобальных проблем. Давайте теперь подробнее посмотрим на то, что такое глобализация, поскольку я ее только что позиционировал как один из феноменов. У глобализации есть набор банальных признаков, про которые студенты-философы скажут, нам надо посложнее. Но я их все-таки назову. Признак номер один. Количество товаров и услуг, которые каждый человек, как потребитель, использует. И товаров и услуг, которые созданы не в данной стране. Речь пока идет об экономической глобализации. Достаточно посмотреть на самих себя, на ваши компьютеры, на эти столы и так далее, чтобы почувствовать, в какой мере мы глобализованы. Я не буду просить вас поднять руки и сказать, на ком надето больше двух вещей, произведенных в России. Как правило, это чулочно-носочные изделия. Все остальное где-нибудь в другом месте произведено. Но про девайсы и говорить не приходится. Второй банальный, но уже более строгий экономический параметр. Это зависимость ключевых сфер экономики от импортных товаров и услуг. В данном случае, на примере России, я могу сказать, что 80% оборудования, используемого в промышленности и сельском хозяйстве России, это оборудование и техники. Это импортное оборудование и техника. Половина из этих 80% это так называемый коллективный Запад, прежде всего США и Европа. 40% Китай и другие страны Азии. Это внешнее свидетельство. Свидетельством глобализации является зависимость национальной денежной системы от мировой финансовой системы, в частности от свободно конвертируемой валюты. Мы с вами убедились во время начала сложностей после февраля, ну сначала, с конца февраля 22-го года, извините, я как-то подбираю аккуратные формулировки, в том, что наши золотовалютные резервы оказались в значительной степени именно резервами в ценных бумагах и валюте стран, которые объявлены сейчас недружественными, из них более третий оказался заморожен. Страна потеряла сотни миллиардов долларов. Ну, есть надежда, что они вернутся, но пока они заморожены. Граждане, не забудем нас, имеющие накопления и резервы в валюте. Те, кто хотел получить валюту или, наоборот, продать валюту. Те, кто надеялся на то, что это резерв для благосостояния. Вот в той мере, в какой мы в это включены, мы, пожалуйста, агенты, акторы глобализации. Я могу сейчас спросить вас, какой последний фильм вы посмотрели? Ну, давайте так, поднимите руки, кто за последние две недели посмотрел какой-нибудь фильм. Ну, почти все посмотрели какой-нибудь фильм. Поднимите руки, кто посмотрел российский фильм. Советский не считается. Один, два, три. Ну, это еще очень продвинутая аудитория. Даже в Китае, к сожалению, получал результат максимум 10%. Все остальное – это глобальная культура. Это просто смешное свидетельство, но свидетельство очень одновременно серьезное. Это культурная глобализация. Значит, дальше мы забыли про примеры и перешли к строгим определениям. Глобализация характеризуется как процесс. Важно, я вот буду ставить первое – как процесс. Второе. Развивающийся в той мере, в какой. Слово «мера» – это второй пункт. Развивающийся в той мере, в какой. Мера – это пункт. Мера означает корочественные и количественные параметры. В какой осуществляется переход, дальше ключевое определение, от взаимодействия национальных государств в мировом социально-экономическом и политическом пространстве, взаимодействия национальных государств мировом социально-экономическом и политическом культурном пространствах, давайте так скажем, к преимущественному взаимодействию глобальных игроков в пространствах национальных государств. Я думаю все понятно. Шутка, пояснение. Значит взаимодействие национальных государств это когда Россия и Украина взаимодействуют в мировом пространстве, взаимодействие глобальных игроков, когда в Украине, России, Белоруссии, Китае, Бангладеш, Соединенных Штатах, Бразилии и так далее взаимодействуют какой-нибудь Huawei и какой еще агрегат тут Panasonic, кто еще много производит этих смартфонов, и борется за рубль покупателя, за юань покупателя, за доллар покупателя, за тугрик покупателя. Когда в мировом пространстве действуют глобальные игроки, эти глобальные игроки в каждом национальном государстве определяют экономику, политику, культуру и все остальное. Когда у вас есть выбор посмотреть голливудский фильм или фильм, который является клоном голливудского, когда есть возможность купить китайский или американский смартфон, когда у вас есть возможность купить компьютер, произведенный одной фирмой или другой фирмой, когда вы даже в буфете еще до недавнего времени вы могли выбрать между пепсиколой и кока-колой и все. То есть в любой национальной системе человек был включен во взаимодействие, борьбу, конкуренцию, манипулирование глобальных игроков. Следует отметить, что глобализация это, я сказал, процесс, мера, определил содержание процесса и добавление. Этот процесс может прогрессировать и регрессировать. То есть глобализация может усиливаться и ослабляться. Этот процесс характеризуется всегда и при ослаблении и при усилении противоречиями. Характеристика еще одна дополнительная. То, что этот процесс неравномерен во времени и пространстве. При этом мы имеем в виду социальное время и социальное пространство. То есть не часы, месяцы, количество лет и так далее, а изменения в социальном времени, переход от одной эпохи в другой. От феодализма к капитализму мы брать не будем, но внутри капиталистической системы идет смена его моделей. И в пространстве. Значит, мера глобализации для разных людей, человека тоже частица социально-экономического, политического и культурного пространства. Вот финансовый брокер, действующий в Москва-Сити, 30-летний, он включен в глобализацию несоизмеримо больше, чем вологодский крестьянин, живущий в 150 километрах от Вологды. Потому что крестьянин по преимуществу потребляет, производит, вступает в культурный диалог и так далее, вне глобального пространства. Финансовый брокер целиком живет в этом глобальном пространстве, в том числе даже в свободное время, когда он идет в фитнес-центр, который создан в трансцензиональной корпорации, в ресторан, который получил звезду Мишлена и так далее. Это человек. Есть регионы, есть страны, есть группы стран, для которых глобализация неравномерна. Поэтому ситуация, глобализация растет или глобализация усиливается или ослабляется, это проблема, которая имеет общемировое измерение, качественное и количественное, но всегда она различна для различных подпространств. Зафиксировали. Давайте прояснять некоторые компоненты. Первый ключевой компонент — глобальные игроки. Простейший, очевиднейший, точнее не простейший, очевиднейший, наверное, представитель этого сообщества глобальных игроков — это трансцензиональная корпорация. Простейшее определение трансцензиональной корпорации — корпорация, имеющая определенное количество зарубежных филиалов, как правило, более десяти. Определение поверхностное — недостаточное. Более строгое определение, которое, на мой взгляд, в данном случае будет правомерно — это корпорация, которая способна оказывать регулирующее, локальное регулирующее воздействие на рынке многих национальных пространств. Кока-кола способна навязывать Кока-колу, рассказывая, что без нее не будет праздника под Новый год, Китаю, России, Америке, Бразилии, Австралии и так далее. Я вначале, помните, читал вам лекцию про тотальный рынок сетей, в котором корпорации оказывают регулирующее, манипулирующее воздействие. Вот если корпорация способна оказывать такое воздействие на рынке многих стран, в этом случае ее можно считать трансцензиональной корпорацией. Определение, не имеющее четкой количественной характеристики, но содержательно, на мой взгляд, правильное. Далее, количественные характеристики трансцензиональных корпораций. Начнем с простейшей. Список Fortune 500. Давайте 100 возьмем. Это список 100 крупнейших трансцензиональных корпораций. Объемы продаж этих корпораций составляют порядка сотни миллиардов долларов. Ну, точнее, от многих десятков до нескольких сотен миллиардов долларов. Я не беру финансовые корпорации, потому что крупнейшие финансовые корпорации, это не объемы продаж, а объемы операций, но приближающиеся к триллионам. Капитализация этих корпораций, то есть, сколько стоят их акции в целом, да? Материальные и нематериальные активы. Это тоже сотни миллиардов долларов. Что такое сотни миллиардов долларов? Ну, неправомерно отождествлять объем продаж корпорации, то есть, то, что продала корпорация, да? И валовый внутренний продукт государства, то, что произвело государство. Это несколько разные с экономической точки зрения параметры, но они близки по смыслу. Все, что создала корпорация, все, что создал государство. Государство продает не все свое, а в том числе чужое, поэтому они не совпадают. Но, тем не менее, валовый внутренний продукт России. По разным оценкам, но курс валютный колеблется. Покупательная способность рубля оценивается по-разному. Составляет, в любом случае, менее двух триллионов долларов. То есть, две тысячи, меньше двух тысяч миллиардов. Объем продаж крупнейших корпораций сотни миллиардов. Ну, давайте возьмем 200 миллиардов. Это означает, что 10 крупнейших корпораций продают столько же, сколько вся Россия. Включая нефть, газ, руды, металлы, лес, хлеб, еду, финансовые услуги, квартиры. Значит, если крупная корпорация захочет купить все, что производится в Молдавии вместе с ее активами, она это сделает без больших проблем. Но она этого делать, конечно, не будет. Но, в принципе, она это может сделать. Это наполовину шутка, потому что крупнейшие трансцензиональные корпорации в значительной степени контролируют экономику той или другой малой страны. Особенно это характерно для Центральной Африки, ряда стран Азии и Латинской Америки. Поэтому трансцензиональная корпорация — это актор, который оказывает воздействие на мировые экономические, политические и культурные процессы, сравнимые с воздействием национального государства. В ряде случаев эти корпорации могут оказывать прямое политическое воздействие, вплоть до смены правительства. Так было, когда Альенде, скажем, в Чили, правительство Альенде, социалистическое и демократическое правительство, решило обратить на пользу народу медно-рудную промышленность, главное богатство Чили. Соответственно, американские корпорации, по сути, единая сеть, решила, что это совершенно не подходит, был спровоцирован государственный переворот, фашистский Пиночет. Ну, безусловно, кроме интересов корпораций были интересы и правительства США, но правительство США и интересы крупнейших корпораций очень часто совпадают, как ни странно. Второй тип глобальных игроков — это международные организации, регулирующие экономические и политические процессы. Здесь важнейший глобальный игрок — это НАТО, Североатлантический союз. Это игрок не только политический, но и экономический, осуществляющий в ряде случаев определяющее воздействие на экономику. Я думаю, достаточно понятно, что без участия НАТО как организации и стран, которые играют в этой организации, ключевую роль США прежде всего, конфликта, продолжающегося уже много месяцев, у Украины и России бы не было. Воздействие этого конфликта на экономику Украины не надо объяснять. На экономику России, к сожалению, тоже весьма значимо. Это только один маленький пример локального конфликта. Потому что, по сути, это локальный конфликт. Если вы думаете, что США и Европа обсуждают прежде всего события Украины и России, то вы глубоко ошибаетесь. События в Латинской Америке их волнуют в большей степени. Не говоря уже про Китай. Поэтому НАТО – это экономический, политический и идеологический игрок. Посмотрите, сколько в идеологическом пространстве России упоминается слово НАТО. Второй представитель международных игроков – это Всемирная торговая организация. Я напоминаю, что руководство России на протяжении нулевых годов и даже после этого активно боролось за то, чтобы Россия получила право вступить в ВТО – Всемирную торговую организацию. В том числе под руководством нынешних руководителей страны. Вступили. Ну, как вы видите, это не спасло нас ни от санкций, ни от всего остального. ВТО – это организация, которая построена для того, чтобы формально обеспечить равные правила торговли и движения финансов на мировых рынках. Сократить национальные барьеры для мирового движения капиталов. И обеспечить возможность свободных инвестирований в любые сферы, в любой экономике. Дальше предполагается, что в этом случае не должно быть таможенных барьеров. Раз. Не должно быть национальных государственных преференций для каких-то отраслей промышленности. В первую очередь, ну не про производство. В первую очередь, это касается, кстати, сельского хозяйства. Не должно быть тех сфер, в которых нельзя осуществлять инвестиции частного капитала. Последняя формулировка «не должно быть сфер, где нельзя осуществлять инвестиции частного капитала» означает, что не должно быть общенациональной государственной системы образования, здравоохранения, социальных и других сфер. Нельзя покупать свободно государственные университеты, понимаете? Не торгуются акции МГУ на рынке. Безобразие. Значит, при этом правила ВТО, по идее, должны быть одинаковыми. Но на самом деле все организации, то есть все страны, вступают в ВТО на особых условиях. Ну, в частности, странам Западной Европы, многим, и США, разрешено обеспечивать дотации своим аграрным производителям в размерах до 30%. Тем самым на мировой рынок они могут выходить с ценой на треть меньше, чем мировая. Ну, почти на треть меньше, чем мировая. Россия запрещена, и большинство стран третьего мира тоже. Работает знаменитая система, описанная Оролом. Правда, когда мы читали «Скотный двор», Animal Farm в Советском Союзе, мы думали, что это про Советский Союз. Там есть знаменитая фраза «все звери равны, но некоторые ровнее других». Вот некоторые звери ровнее других, я вам уже про это говорил в начальной лекции нашего курса и в точке зрения ВТО. Следующий глобальный игрок в финансовой сфере – это Международный валютный фонд и Всемирный банк. Эти организации способны оказывать определяющее воздействие не только на экономику, но и на политику определенных стран. Только один пример. В России 90-х годов. Выборы очередной правящей партии, тогда это называлось, как правило, демократическое что-то, демократическая Россия, демократический выбор и так далее России. Ну или президента Ельцина, 1993-1996 год. Один из основных аргументов в пользу правящих партий правительства Черномырдина и главного Бориса Николаевича Ельцина. Если не изберете Ельцина, Международный валютный фонд не даст займа, потребует вернуть долги. Денег у пенсионеров, у образования, у здравоохранения не будет, потому что в России денег нет. Единственное, за счет чего мы платим пенсии, за счет займов Международного валютного фонда. И избирали. И денежки давали на выборы. Это Россия, огромная страна, с богатейшими ресурсами, с ядерным оружием, с космической промышленностью. Достаточно понятно, что происходит с какой-нибудь несколько миллионной страной в Центральной Африке. Еще один образец глобальных игроков, это национальные государства, выполняющие роль глобальных игроков. Очевидный пример здесь Соединенные Штаты Америки. Почему? Ну, во-первых, транснациональные корпорации Соединенных Штатов Америки господствуют на мировых рынках до сих пор. Частично их потеснил Китай, всегда с ними конкурировали европейские корпорации, Япония, Южная Корея, но они по-прежнему доминируют. Во-вторых, да? Вот сейчас мы к этому вопросу вернемся, хорошо? Вот где будет противоречие национального государства и глобального капитала, вот мы как раз эту тему обсудим. Очень хороший вопрос, но чуть позже, ладно? Вы правильно заметили. В данном случае не совсем и не только так, скажем. Ну или, скажем так, национальные государства, выполняющие роль глобальных игроков, как представители преимущественно глобального капитала. Но в данном случае я бы сказал, что они представляют интересы национальных корпораций, но не всех. Б. Соединенные Штаты контролируют НАТО, а НАТО это мировой полицейский. Кстати, по поводу НАТО, на секунду отвлекаюсь, чтобы не только вдавливать в вас информацию довольно тяжелую. Я участвовал в интересной конференции, так называемой Socialist Scholars Conference в Соединенных Штатах, сейчас это Left Forum. Это грандиозное мероприятие, несколько тысяч ученых и социальных активистов со всей Америки и по сути мира. На заключительном пленарном заседании была очень интересная полемика. Мне довелось там выступать пару раз, в том числе во время конфликта в Югославии, когда НАТО предприняло агрессию, по сути дела, против этой страны, включая бомбардировки городов мирных и так далее. И тогда, собственно, часть американцев, представителей DSA, Democratic Socialists of America, это такая левая партия, не парламентская, но влиятельная среди интеллектуалов, выступили, что да, НАТО это плохой полицейский, может быть не всегда честный полицейский, но лучше, чтобы такой полицейский был, чем вообще жить без полицейского. То есть без НАТО будет хуже. Кстати, это интересный вопрос вообще, лучше иметь одного полицейского, который плохо, но наводит порядок, или лучше иметь двух или трёх полицейских, каждый из которых по-своему наводит порядок, и у каждого из которых есть термоядерное оружие? Я не буду отвечать на этот вопрос, я его просто поставлю, потому что многополярный мир имеет свои плюсы и свои минусы. Я лично не сторонник однополярного мира, но и не сторонник того, чтобы многополярный мир строился по принципу множения таких полицейских, как НАТО. Ну вот, Бузгалин, выступая в полемике с этими коллегами, сказал, что да, это может быть хорошо, когда есть полицейские, но если полицейский убийца, то это уже плохо. В Америке это хорошо прозвучало, килокоп, это был год, когда вышел боевик как раз с таким названием, килокоп, всё это немножко сработало на публику и стало дополнительным таким художественным образом того, что происходит. Но давайте вернёмся, значит, наднациональное государство, которое оказывает воздействие на мировую экономику, ну и, наконец, Соединённые Штаты, это эмитент долларов, а доллары это то, в чём мы храним свои резервы. Мы в России. Доллары это, в чём по-прежнему Россия по преимуществу рассчитывается во внешнеторговых операциях. Доллары это то, что у России заморозили в зарубежных финансовых институтах. Но я не буду дальше это продолжать. Понятно, да? В рейде случаев можно говорить о расширении списка глобальных игроков, но нам сейчас этого достаточно. Итак, ещё раз завершаем вот этот первый блок. Глобальные проблемы мы определили, они взаимосвязаны с процессом глобализации. Процесс глобализации мы определили как движение от взаимодействия национальных государств в мировом пространстве, взаимодействию глобальных игроков в пространствах любых национальных государств. При этом сказали, что этот процесс имеет свою меру, качественную и количественную, что этот процесс, противоречив, может развиваться, может сужаться и неравномерен во времени и в пространстве. Запомнили. Второй блок. Геополитэкономические противоречия вот этого мира, наполненного глобальными проблемами и глобализацией. Значит, в качестве небольшого предисловия, точнее, двух предисловий. Первое предисловие. Глобализация на протяжении нескольких последних лет, скорее всего, регрессирует. Роль национальных государств, экономического, политического и так далее, суверенитета возрастает. Конфликтогенность тоже возрастает. И предисловие номер два. Наука геополитэкономия, не геополитика, а геополитэкономия появилась относительно недавно. Если вам интересно подробнее, что это такое, обратитесь к книге Радики Десаи. Это канадский профессор, она руководитель международной сети Geopolitical Economy International Group. Серии книг, которые публикуют Manchester University Press и группы Манифесту и так далее. Её книга «Геополитэкономия» вот прям с таким названием, вышла на русском языке, и она считается, хотел сказать, отцом-основателем, насколько она дама, сказать, матерью-основательницей, как и этого направления. Радикадис Саи. По-английски пишется Радхика, она из Индии. Ну, когда-то давно, семья из Индии. Вот. Ключевая проблема, которую изучает наука, среди множества, это конфликт, противоречие, давайте не будем говорить конфликт, противоречие, действительно противоречие, процессы глобализации экономико-политической, с одной стороны, и национального суверенитета государств, с другой стороны. Мне надо будет сейчас напомнить вам, что из себя представляет государство. Помните, я вам рисовал Змея Горыныча с тремя головами? Кто не помнит, поднимите руки. Все помнят. Замечательно. Значит, три головы. Одна представляет интересы капитала, другая представляет интересы бюрократии, как таковой, и третья представляет интересы общества, страны, истории и культуры. Вот когда вы задали вопрос, американское государство не представитель ли это глобального капитала, я сказал, что я чуть-чуть попозже его прокомментирую, да? Почему? Потому что американское государство, да, по преимуществу представляет интересы крупного капитала. как, впрочем, большинство буржуазного государства. Но оно представляет еще и интересы народа США с его историей, культурой и пространством. Интересы капитала преимущественно, но интересы народа США тоже в некоторой части, в том числе под давлением этого народа, который иногда осуществляется довольно активно. Вот, например, во время войны во Вьетнаме Соединенные Штаты совершенно не собирались оканчивать эту войну. Огромное движение против войны во Вьетнаме, в том числе студенческое движение, продившее целую волну левых интеллектуалов, пройдя созданием арктистских университетов в Соединенных Штатах и так далее, стало, по сути дела, одним из двух важнейших факторов. Вторым были противоречия внутри самого капитала американского, который заставил американцев признать свое поражение, вывести войска и перестать вести агрессию в этой стране. Вьетнам подвергался вот этой страшной агрессии на протяжении десятков лет. Сначала французы, после Второй мировой войны, потом американцы. Итак, вот это государство в трех разных ипостасях по-разному взаимодействует с глобальным пространством. Давайте начнем с государства как капитала. Государство как представитель интересов капитала, скажем, капитала России, находится в сложном положении. Потому что в России есть капитал, который заинтересован в защите своих интересов в противовес интересам глобального капитала. То есть довольно много российских производителей, особенно в сфере материального производства, аграрный сектор, промышленность, несырьевой. Заинтересовано в том, чтобы государство проводило протекционистский курс, ограничивало их от конкуренции иностранных производителей, давало им дотации, инвестиции, дешевые кредиты, снижало налоги и так далее. Вот классический пример этой борьбы национальных производителей, национального капитала. Это три московских экономических форума, организации которых я имел самое непосредственное участие. Честно говоря, это была противоречивая история, но скорее позитивная. Здесь в МГУ, вот в этом корпусе, собиралось огромное количество, там несколько тысяч представителей экономической науки, образования, ряд общественных деятелей, ряд политиков и средний, как правило, промышленный и агропромышленный капитал России. Они требовали защиты от транснационального капитала. Начиналось это в 2013 или 2014 году, я не помню. Как раз когда Россия вступала в ВТО со страшной силой, правительство, президент всячески рекламировали необходимость вступления в ВТО, чтобы быть цивилизованной страной, наконец, этот форум боролся против вступления во Всемирную торговую организацию и защиты национального капитала. В локальных интересах граждан России вообще это было выгодно в тот момент и полезно. Кое-что из этого удалось сделать. В частности, тогда был дан импульс активной поддержки аграрного сектора и аграрного машиностроения. Единственная сфера, которая в России успешно развивается за последние годы. Ну, не единственный военно-промышленный комплекс, конечно. Итак, государство может представлять интересы национального капитала, но оно может представлять интересы транснационального капитала и той части, скажем, национального капитала, который сращен с национальным. Для тех российских производителей, кто продает и покупает продукцию, связанную с мировым рынком, особенно с западным рынком, любой протекционизм – это смерти подобное явление. Поэтому этот капитал будет действовать в одном направлении, а национальный капитал – в другом. Противоречие. Внутри государства. Кстати, это противоречие до сих пор является одним из важнейших в национальном государстве России. Второй момент. Государство как бюрократия. Опять-таки, как правило, присутствует проглобальная часть государственной бюрократии и часть бюрократии, ориентированной на национальные структуры. Обычно силовые структуры ориентированы на национальный суверенитет, финансовые структуры ориентированы на глобальный интерес, интересы глобальных игроков. Прямой корреспонденции нет, но тенденция есть. Государство как представитель интересов общества. Вот здесь самое трудное. В какой мере глобализация адекватна интересам большинства граждан национальных традиций, истории и культур? Существует огромная полемика. Часть авторов активно доказывала и доказывает, что глобализация оказывает позитивное влияние на экономику, на качество жизни, на культуру и всё остальное. Я не принадлежу к их числу, более того, я принадлежу к числу критиков этой позиции, но она довольно сильно развита. Наиболее концентрированное выражение этой позиции представлено в книге, ой, по-моему, Пхагатвати, тоже с индийской фамилией, In Defense of Globalization, защиту глобализации. Она есть на русском языке. Если наберёте защиту глобализации, у вас появится. Она была издана больше 10 лет назад на русском языке. Соответственно, альтернативой этому являются два варианта. Это либо национальная замкнутость относительная или нет, или просто абсолютная национальная замкнутость. И вторая альтернатива – это альтернативная интеграция, интернационализм, а не неолиберальная глобализация, так называемый альтерглобализм. Прежде чем говорить об этих альтернативах, о противоречии национального государства и глобализации еще в нескольких аспектах. Наиболее известным противоречием, которое постоянно подчеркивается, является противоречие национального государственного регулирования в интересах развития национальной экономики и глобального рынка. Противоречие национального государственного регулирования для поддержки национальной экономики и глобального рынка. Прежде чем его охарактеризовать, Я подчеркну, что об этом противоречии наиболее авторитетная работа, которая его раскрывает, это книга Джозефа Стиглица «Globalization and discontents». У нас перевели немножко странно. Глобализация тревожной тенденции. Дисконтент – это, конечно, не тревожные тенденции, но неважно. Скорее, противоречие, наверное, надо было бы сказать, противоположность содержания. Дисконтентент, как-то так. Речь идет о противоречии глобализации. Джозеф Стиглиц. Есть много работ российских авторов, в частности, Академика Глазьева и многих других. Еще одна маленькая предварительная ремарка. Со времен, ну не Адама Смида, а Давида Рикардо, существует теория конкурентных преимуществ национальных экономик. Она звучит, на первый взгляд, предельно просто и очень убедительно. Каждая национальная система в мировом разделении труда имеет свои преимущества. Одни лучше производят, я не знаю, хлопчатобумажные ткани изделий из них, другие производят лучше металловые изделия из металла, третий производит лучше, я не знаю, какие-нибудь украшения изделий из золота. Вот каждый на своем специализируется, у каждой страны минимальные издержки, максимальная прибыль, мировая торговля дает максимальный эффект. Теория, которая работала для индустриального капитализма, фритредерства, и позволяла, кстати, подчинять колонии, превращая их в монокультурные страны. Монокультурные, когда страна, где растут бананы, производят бананы, и больше ничего в ней не происходит, и она остается в нищете. Страна, где есть медная руда, занимается добычей этой руды, и промышленность, и все остальное в ней не развивается. Ну и так далее. Вот исходя из этой теории, экономика, в которой существует дешевая рабочая сила, сырье, и отсутствуют серьезные государственные ограничения, имеет большое свое конкурентное преимущество. Можно эту дешевую рабочую силу использовать для простого производства, по добыче и переработке полезных ископаемых. И будет тебе счастье. Тебе в данном случае это не стране, а капиталу, который использует эту дешевую рабочую силу, в том числе и международную. Современная экономическая теория говорит, что эта модель конкурентных преимуществ при ее реализации в условиях глобального капитализма приводит к резкой поляризации, закреплению этой поляризации и делению мира на периферию и центр, где противоречие центру и периферии очень глубоко и является качественным. То есть это не просто разный уровень доходов на нашу населения, хотя различия на порядок, то есть более чем в 10 раз. Может ли периферия, как ни странно, победит центр за счет того, что на периферии высокий уровень рождаемости, сверхвысокий, она в центре сверхнизкий? Ну давайте я соберу ваши вопросы, да. Только я чуть-чуть закончу, ладно, запомните ваши вопросы, хорошо. Значит, основная идея, что вот эта идея конкурентных преимуществ, приводит к поляризации, закреплению периферии в бедности, центра в богатстве. Причем это противоречие, я закончу просто мыслью, не только в доходах на душу населения, но и в качестве развития, то есть в одном случае экстенсивные за счет ресурсов, либо природных, либо дешевые и жестоко используемые рабочие силы в 12-часовом рабочем днем, и в качестве жизни, в частности, продолжительности жизни, которая в странах периферии лет на 20 меньше, чем в странах центра. 60 с небольшим и, соответственно, 80 с лишним. Фактически периферия находится где-то на рубеже 19-20 века по параметрам социальным и технологическим центра в 21 веке. Субтитры создавал DimaTorzok